Интернет-радио Шансон 24. Формула успеха по понедельникам с 17 часов на радио Шансон 24. Как найти себя в нестабильном мире? Как склонить на свою сторону фортуну? Как увидеть свой путь к благополучию? Алексей Ревков и Елена Ларина готовят формулу успеха вместе с теми, кто нашел личный рецепт процветания. Формула успеха. В 17 часов хотела сказать я, но наша отбивка замечательная меня прервала. И тем не менее, здравствуйте, друзья, дорогие. Секс на волне Интернет-радио Шансон 24. Вместе с вами Алексей Ревков. И наш гость замечательный Сергей Рогожин. Добрый вечер. Итак, начинаем по понедельникам, как обычно, нашу формулу успеха. И мы рады представить нашего гостя. Это заслуженный артист Российской Федерации. Это звезда шоу-бизнеса. Это тот, кто разбил сердца многим-многим поклонницам. Но сам при себе он говорит, что он модный парень. Да, так и есть. Можно с таким придыханием не говорить. Ну, а почему нет? Ну, в наших гостях настоящая звезда. Звезда российской музыки и советской музыки, не повесит этого слова. Тем не менее, Сергей, хотелось бы начать с первых шагов твоего творчества, твоих в жизни. С чем все начиналось? Как ты понял, что тебе интересно? И как пошли твои первые какие-то профессиональные шаги в жизни? Очень рано, с шести лет, пошли первые шаги в жизни. Я впервые вышел на сцену, когда мне было шесть лет. Вот. И что-то меня не хватает. Носки-пире... Все хорошо, все замечательно. В студии какие-то начинаются перетрубации. А, другой микрофон мне дали. Вот так меня лучше слышно, да? Да, гораздо лучше. А, вот предыдущий микрофон, видимо, просто не включили. Его нет. Да, его просто нет. Как-то... Ну, хорошо, значит, тогда... Фикции. Задайте вопрос еще раз, я на него отвечу. Первые шаги в профессиональной творческой деятельности. Всегда что-то начинается. Да, если можно так сказать, назвать эту деятельность профессиональной, потому что профессиональная, это когда за это платят деньги. Все остальное, это творчество, самодеятельность, хобби, увлечение и так далее. Но мне тогда за это деньги еще не платили. Мне было шесть лет. Но, тем не менее, я уже стоял на сцене, принимал участие во взрослом концерте. Меня тогда объявляли как самого юного участника концерта. И вот это ощущение, когда ты стоишь освещенный, весь красивый, нарядный. И на тебя все смотрят, тебя аплодируют, тебе внимают. Да, мне это очень понравилось. Как это было, как это произошло? То есть, вот так просто маленький мальчик взял и вышел на сцену? Нет, конечно. Но была такая история, была такая девочка маленькая, замечательная, которую звали Ирма Сакадзе. Она пела песенку про оранжевое небо, оранжевое море. И тогда, значит, решили, что раз есть один поющий ребенок, то в каждом регионе в Советском Союзе должен быть свой поющий ребенок. И по детским садам стала ходить комиссия из музыкальных школ и выбирать ребенка. Меня выбрали. Я оказался тем самым ребенком. В обязательном порядке, обязательно поющий ребенок. Страна нашла своего героя. Да, страна, Молдавия тогда нашла своего молдавского героя, да. Я так понимаю, что дальше был, ну, такой очень широкий, быстрый рост, большая сцена, большие залы. Но это все равно все было самодеятельность. То, что вы называете широким ростом, я не знаю, что такое широкий рост. Я все время пел, да, потому что пение мой, естественно, физиологический процесс, и мне это нравится делать. Я это делаю с удовольствием. И, да, все. Я участвовал в каких-то конкурсах различных. Меня приглашали в различные концерты, во взрослые и невзрослые. И потом, когда мы переехали на Украину с родителями, я, опять же, попал в один из лучших детских коллективов на Украине. Это ансамбль «Чайка» был такой. Я там был солистом в этом хоре. Мы ездили на гастроли, даже выезжали за рубеж на гастроли. То есть вот так, такой был. Но за это деньги не платили. Тем не менее, Сергей, когда достаточно ярко, да, представлен в творчестве, в музыке, в пении, ну, приходит момент, когда нужно определяться в жизни, решать, чем заниматься дальше, куда направить свои, чтобы куда пойти учиться после школы. Каким, чем был этот период для тебя? На что ты опирался, на что ты прислушивался в себе, на какие моменты послужили тогда точкой принятия решения? Да, я думаю, основное было нравится, не нравится. Вот что-то находило, отклик внутри, чем-то было интересно заниматься, да. И я уже говорил, что очень многие вещи какие-то происходят от лени. Может быть, нежелание, сидящее в каждом человеке, может быть, глубоко-глубоко, но, может быть, не все, может быть, есть какие-то киноэстетики, которым там приятно все ощущать на физическом ощущении. Да, это спортсмены в основном, да, люди, которые любят физический труд, какие-то усилия физические прилагать. У меня такого никогда не было. Может быть, чтобы не заниматься тяжелым физическим трудом, я выбрал пение, да, и, там, сказать, на сцене лицедейство и прочее. В общем, я пошел поступать в театральный, потому что было много выборов, как себя реализовать творчески. Но это все время какая бы должна была быть творческая профессия. Либо это пение, либо я, там, в детстве мечтал быть послом Советского Союза, либо танцы, либо актерское мастерство, да. Но вот в результате это актерское мастерство победило, потому что я еще в драматическом кружке занимался, в драматическом коллективе. Потом в театре-студии юного актера при театре юного зрителя. У нас такой был в Запорожье, да. Ну вот, я стал поступать в театральные вузы. То есть можно сказать, что не ты нашел призвание, а призвание нашло тебя в виде музыки, в виде театра? Мы друг друга нашли. Оно призвание просто так никого не находит. Надо быть к этому хоть немножко готовым. — Ты рассказывал, что твой театральный путь, он не был таким простым и легким, как музыкальный, и даже вот первые шаги в этом направлении, такие более профессиональные, когда ты поступал, они были не такими простыми. — Ну, я вообще не верю в простой путь, честно говоря. Я верю в то, что есть либо твой путь, либо не твой путь. Да, простой, непростой — это другое дело. Там просто ситуация у меня, музыкальный-то путь не самый простой был, я считаю. Он был интересный, да, но назвать его простым я не могу. А что касается театральным, да, я поступал три года подряд в театральный вуз. Я никак не мог поступить, было очень тяжело, конкурс очень большой, было 300 человек на место. И, судя по всему, я не очень готов к этому был тогда. Вот, и всё свершилось тогда, когда я был внутренне к этому готов, наверное, да, уже всё совпало именно тогда. — Оглядываясь назад на вот тот период своей жизни, уже так умудрённой годами жизни, да, пройденным опытом, какой совет ты бы дал себе тогда или вот тем людям, которые только начинают свой жизненный путь с этих моментов? — Ну, даже исходя из этой ситуации, что я три года подряд поступал, первый совет я бы дал такой, что, можно сказать, такой девиз, что успеха добиваются только те люди, которые не бросают дело на полпути. Потому что всё дело в энергетике, да, очень часто многие бизнес-проекты, они заканчиваются именно потому, что нехватка энергетики. То есть люди вместе команды сделали уже всё, да, или даже один там человек одиночка, неважно, сделал всё, казалось бы, для того, чтобы достичь той цели, которую он поставил, ему осталось сделать полшага, и именно на эти полшага у него не хватает энергии, да, то есть внутренней энергетики, внутренней готовности. Поэтому, ну, это то, что называется довольно часто, довольно часто успех приходит через сверхусилия. Это можно сравнить со спортом, например, что... Леночка, можно вам задать вопрос? Вы спортом занимаетесь? Йогой. Ага. Но наверняка вы, Алексей. Я... нет, я тоже сторонник... Полежать на диване. Да, поработать матрасом, да, поработать матрасом, да. Вот, но вот в спорте я всё-таки спортом занимаюсь, потому что я со собой слежу, и, значит, вот когда делаешь какое-то очередное спортивное упражнение, скажем, там, подтягивание, да, или отжимание, вот, Леночка, скажите, вот вы делаете 10 отжиманий. Судя по тому, как сморщилось ваше лицо, я... Нет, я могу тебе представить. Жалко, что у нас не видеотрансляция, да. Вы делаете 10 отжиманий, вот из 10 отжиманий какое самое главное? Я думаю, что всё-таки именно последнее. Десятое, да? Да. А вы как считаете, Алексей? Я думаю, что важно второе или третье, когда ты входишь в ритм. Спасибо большое, вы оба не правы. Дорогие мои, в 10 отжиманий самое важное 11, потому что это сверхусилие, конечно. Абсолютно не важно. Вы себе поставили 10 отжиманий, вы их сделали, но если вы сделали 11, вот тут вы сделали это, yes, да, сверхусилие, и вот тогда вы всё. Если вы не готовы совершить сверхусилие, вот тогда вы успеха не добьётесь. А скажите, Сергей, вот есть же ещё такая очень действительно хорошая, правильная тема, к которой мы обязательно ещё вернёмся, свой путь и не свой путь. Ведь иногда, может быть, ты делаешь и 11-е усилие, и 19-е усилие, но путь не твой, и ты вот действительно глупо бьёшься, как вот, я не знаю, не просто как рыба в лёд, или как та лягушка, которая взболтала молоко, и она сделала сверху. Как муха в стекло. А вот, ну, не надо тебе туда биться, а ты 12-е усилие, 13-е усилие. А кто это знает, надо или не надо? Как вы считаете, кто знает, надо или не надо? Как понять человеку, что иногда, может быть, стоит остановиться? А иногда, вот, может быть, не стоит ни в коем случае останавливаться и продолжать идти вот по... Ну, во-первых, это знаешь только ты. Во-вторых, когда ты останавливаешься, очень же важна твоя личная оценка этой остановки. Эту остановку можно воспринять как поражение и проходить всю жизнь в пораженцах, да? Вот. А с другой стороны, можно эту остановку воспринять как изменение тактики, да? Или, ты знаете, или ещё что-то. Или если ты действительно понял, что это не твой путь, принять эту ситуацию. Потому что, если ты проходишь этот опыт без принятия ситуации, во-первых, это бесконечно к тебе будет возвращаться, пока ты не пройдёшь этот урок, да? Вот. А принятие ситуации, да, что ты можешь сказать себе, да, я могу себе это позволить, да, я могу себе позволить ошибиться. Это абсолютно нормально, да, мне нет смысла за это себя ругать там, или хвалить, или ещё что-то и так далее. Но я, так сказать, я этой цели... Понимаете, в чём дело? Цели же ведь, когда достигаешь... Очень много из тренингов по визуализации цели, да? Народ их очень неправильно воспринимает. Очень неправильно. То есть, действительно, визуализация важна. Но ты это... Визуализация, да, произошла, ты это понял, да, как тебе это нужно, что это самое. И дальше, вот как платье в примерочной, снял с себя, да, и отложил в сторону. Не надо его запихивать в карман, комкать и с ним выходить. Отложил в сторону. Почему? Потому что момент визуализации ты себе иногда представляешь конкретно, каким именно способом ты этой цели достигаешь. Чушь собачья. Ты можешь её достичь другим способом. Не привязывайся к этому способу, потому что разочарование наступает в тот момент, когда ты именно этим способом не достигаешь этой цели. То есть процесс не соответствует ожиданию. Вот это, да, это основная ошибка, да. То есть тебе важна цель, иди к ней, как ты уже там это самое... Это не твой вопрос. Ты это вот отложи, как говорится, всё решится. Всё решится. Главное, что она у тебя есть в голове, и ты хочешь дойти. Вселенная сама подскажет. Абсолютно. Абсолютно. Ну вот возвращаясь к советам из будущего, да, к себе тогда, в прошлом, что бы ты порекомендовал вот такому начинающему подростку, каким ты был в то время? Ну, во-первых, да, действительно, уметь добиваться своей цели, не бросать на полпути, это очень важно. Если это касается... Да, собственно, наверное, это не только творчество касается... Мы говорим об успехе, да. Конечно. Но, уважаемые дамы и господа, давайте говорить откровенно. Не все хотят успеха. Понимаете, в чём дело? Если... Я тут в данном случае, я очень согласен с Ротшильдом, который сказал в своё время, что если ты хочешь достичь успеха, сумей отделить себя от 98% остального населения Земли. Понимаете, в чём дело? То есть не повторяться? Нет. Нет, самое интересное, что 98%... Они просто ничего не хотят. Понимаете, очень многие живут только по той простой причине, что их родили. Других причин жить у них нет. И вот если мы говорим об осознанном существовании, о том, что ты себе периодически задаёшь вопросы. Кто я? Что я? Зачем я пришёл на эту Землю? Есть ли миссия какая-то там? И так далее, и так далее. Это вот идёт из истории диалога с самим собой. То есть если ты находишься в диалоге с самим собой, если ты более-менее осознанно ситуацию вокруг себя воспринимаешь, а дальше уже... Это же как ниточка и клубочек. Это же непрерывный процесс. Это же дальше ты будешь находиться в состоянии постоянного развития, в состоянии личностного роста. То есть ты же на чём-то не остановишься. Ты будешь дальше. Тебе будет интересно познавать себя, познавать окружающий мир, опять же, через себя. И это всё будет идти, 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 и так далее. Поэтому интересуйтесь собой, дорогие мои. Вот если можно дать такой совет, интересуйтесь собой. Хороший совет. И, разумеется, мы ещё вернёмся к советам от Сергея Рогожина, поскольку формула успеха на радио «Шансон-24». А сейчас прерываемся на одну из песен нашего замечательного гостя. Это премьера. Слушаем. Мне сегодня никто не нужен, Сам себе я и друг, и враг. Сам себя пригласил я на ужин В привокзальный ночной кабак. Мы с бродячей душой вокзала Выпьем вместе в полночный час. Раньше это меня спасало, Но спасёт ли на этот раз? Поиграли мы в любовь и бросили Дело косени, Дело косени, И пощады у дождей не бросим мы, Что поделаешь? Дело косени, Поиграли мы в любовь и бросили Дело косени, Дело косени, И так продолжается наш эфир С Сергеем Рогожиным. Вот что-то там песня играла, играла, не доиграла, Но я думаю, что мы ещё её заставим доиграть до конца. Как сказал Сергей вне эфира, Это, говорит, чистый шансон. Что за песня-то была на нашей волне? Уже не важно. Была песня, которая называлась Дело косени, Она была записана вместе с автором Анатолием Владимировичем Кальварским И на стихи Ольги Клеменковой. Факт в том, что у нас всё-таки интернет, радио, И всё в компьютере, Поэтому с сидим, проигрывателем, Как-то, видимо, интернет не хочет дружить, Но мы его не то, что заставим, На прошлом эфире дружим. Мы полюбим его всеми силами души, И у нас всё будет получаться. И тем не менее, тогда, Пока есть возможность снова вернуться к общению, Продолжаем разговор о формуле успеха Сергея Рогожина. Сергей, такой вот непростой вопрос Касательно, наверное, творческих людей. Они часто очень яркие, эмоциональные, Очень тонко реагируют на разные моменты в жизни. Вот формула успеха, как с ними общаться? С творческими людьми? Да. Да не общайтесь с ними, Чего с ними общаться? Их любить просто надо, и всё. Мы тебя любим, Сергей. Спасибо. Но с людьми общение вообще, Это 95% успеха. Это абсолютно точно. Потому что всё построено на коммуникациях. Это очень долгий разговор, Совершенно отдельный. Если хотите, можно отдельную тему сделать, Да, коммуникации, что это такое, И умение общаться. Если хочешь, понимаете, Ну, а это можно очень просто. Правила очень простые. Человек до какого-то определенного возраста, До двух лет, или до пяти, до шести, Я уж не помню, учится говорить, И потом всю жизнь молчать. Потому что у нас так много в нас во всех невысказанного. Мы все так хотим высказаться. Более того, мы хотим быть услышанными. И не только услышанными, но и понятыми, и принятыми. И очень часто забываем, что другие люди хотят этого же. Потому что если мы всё время говорим только о себе, Всё время что-то декларируем, То этим мы выражаем пренебрежение к другим людям. И этим мы демонстрируем свой явный неинтерес к ним. А если мы хотим чего-то добиться от этих людей, Если мы хотим быть с ними в одной команде, Если мы хотим быть, ну, уж говоря о бизнесе, Чтобы это были наши клиенты, партнёры там и так далее, и так далее, То, конечно, нужно уметь активно слушать. Активное слушание. Говорят, что даже, и я очень охотно верю в это, Что активное слушание, оно лечит. То есть если человек вам что-то рассказывает, Вы активно его слушаете, да, действительно, То есть погружаетесь и с интересом слушаете, То если у него есть какие-то намечающиеся проблемы, Вроде насморка, там, да, там, какого-то это самого, Вы его лечите таким образом. То есть это не значит, что вы принимаете на себя его болезни, Но он, благодаря тому, что его активно выслушали, Он от определённых недугов может избавиться. Это очень важный момент. Да, очень хорошо, что ты подчеркнул эту тему. Но вот если говорить про общение, Понятно, что оно даёт очень... Ну, практически на все области жизни нашей влияет. И что такое дружба, на твой взгляд? И как совместить дружбу, работу, творчество? И какая здесь может быть формула успеха? Хм... Одно из самых главных правил друзей не может быть много. Существуют приятели, знакомые, Но друг — это... И не всегда друг — это в понимании очень многих, Это внешняя оболочка. Бесконечно друг с другом общаются, Совместные выпивоны, там, рыбалки и так далее, и так далее. Люди проверяются не на этом. Друг — это тот человек, Которому ты можешь в любое время суток обратиться за помощью, И он тебе никогда не откажет по одной единственной причине. Потому что он знает, что ты для него сделаешь то же самое. Всё. И есть такие люди, с которыми я могу годами не видеться, в принципе, да? Вот. Но я абсолютно точно знаю, что я могу на них рассчитывать. Для вот этого ощущения того, что я могу на них рассчитывать, Мне не нужно это подтверждать ежедневными встречами. То есть это такое совместное доверие друг к другу. Да, это очень важно. Это очень важно. Вторая формула — это, если это касается бизнеса, То невозможно построить бизнес на дружбе. Невозможно. Мы всё отдельно, котлеты отдельно, да? Абсолютно всё отдельно, но можно построить дружбу на бизнесе. Но изначально, если вы собираетесь сделать совместный бизнес, Пожалуйста, не стройте его на дружбе. Это потом очень сложно. Это такие взаимопретензии. Это невозможно же что-то потребовать от человека. Есть совершенно гениальные истории, да? Начальница не даёт премию. То есть всем выписывает премию, а своей подруге не выписывает. И объясняет эту тему. Слушай, ну неудобно, все же знают, что мы дружим. Как при этом себя должна чувствовать её подчинённая? Всем премию дали, ей нет. Война, война, обед по расписанию. Да, только потому, что мы дружим. Ну вот, потребовать что-то от человека и так далее. То есть на это начинают наслаиваться вот эти вот... Потому что если выстраивать бизнес на дружбе, То потом начинаются обиды. Обиды совершенно необоснованные. Что ты в данном случае мог бы со мной, как с другом, да? С друзьями так не поступают. Ну вот это всё. Это оправдание. Масса оправданий. А как отделить личные отношения от деловых? Ну, ты... Мы немножко общались... Есть такое замечательное выражение. Есть близость и заветная черта. Поэтому вот этим, быть вооружённым этим выражением. Но эти моменты, конечно, определяются уже в процессе общения. То есть о них можно либо договариваться заранее, Либо методом проб и ошибок, да? Насколько меня далеко пустят дальше вот в этой теме, там, и прочее, и прочее. Но, в принципе, такие вещи позволяют регулировать список служебных обязанностей. То есть если вот что я выполняю чётко свои служебные обязанности, те, что у меня прописаны, да, там, по инструкции, должностные инструкции, там, и так далее, и так далее. Всё, что я уже делаю сверх этого, это может быть расценено как попытки более интимного сближения. Хорошо. Мы снова сделаем попытку послушать что-нибудь из твоих... Обязательно! Этих попыток будет ещё у нас немало, и, знаешь, что рано или поздно мы добьёмся своего... Итак, Сергей Рогожин на интернет-радио «Шансон-24». Это программа «Формула успеха». Вместе с вами Алексей Рябков, Лена Валерина. И вот как раз-таки премьера песенок, я понимаю. И музыка, да. Да-да-да, потому что это будет второй трек того диска, что нам принято Сергей. Он не хочет идти, второй трек. Да, второй вообще не хочет идти. Может, Трофима пока послушаем, пока мы с вами поговорим. Давайте с удовольствием. То есть подружим. Не самый плохой выбор. Всё ночь на улице мело, и за окном белым-бело. И в толще справочника свежий календарь. И дворник маленький таджик с лопатой по двору кружит. На языке хаяма мы теряем вальд. Забыты праздники давно, как прошлогоднее кино. Сюжет, которого не вспомнит никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты О том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лёд. Тише полночный и волга запоёт. И рыжею девчонкой, тёплую ото сна. В позявший мир придёт весна. Прогноз погоды, снегопад. За вторых улиц и стоят. Машины, как сугробы с выклопной трубой. И из приёмника ФФМ непобедимый Бонни М. Поёт, как на Багама лечится прибой. Народ торопится, скользит, теряя варежки в гризи. К обходу в недра всепогодного метро. И я светами под пальто спешу сказать тебе про то, Что вопреки прогнозам петело бюро. Я знаю точно, растает лёд. Тише полночный и волга запоёт. И рыжею девчонкой, тёплую ото сна. В позявший мир придёт весна. Палатки с надписью табак, какой-то уличный остряк. Приклеил объявления, лыжи на прокат. Но шутки гражданам не в кайф, Поскольку в их привычный трайф Так неожиданно вмешался снегопад. Пенсионеры и врачи, негацианты и ткачи, Стихийным бедствием теперь одна семья. И только бойкий карапуз, Похожий на большой арбуз, Сидит на санках, улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает лёд, Тише полночный и волга запоёт. И рыжею девчонкой, тёплую ото сна, В позявший мир придёт весна. Мы знаем точно, растает лёд, Тише полночный и волга запоёт. И рыжею девчонкой, тёплую ото сна, В озябший мир придёт весна. В озябший мир придёт весна. В озябший мир придёт весна. Формула успеха продолжается на интернет-радио «Шансон-24». У нас в гостях Сергей Рогожин. И мы продолжаем даже не просто общение, а действительно какие-то поиски. Ну, конечно, смысл жизни сказать очень громко, может быть, будет и слишком пафосно. Но тем не менее, я уверена, что слова Сергея кому-то очень, может быть, помогут сильно в жизни. — Сергей, поскольку мы уже коснулись темы бизнеса, хотелось бы раскрыть тебя с неожиданной для многих стороны, со стороны бизнеса. Ну, мы с тобой общались в то эфире, и мы говорили о разных темах, в том числе и о твоём бизнес-направлении, твоём бизнес-проекте, в котором ты сейчас активно движешься и развиваешься. Ну, во-первых, что это за проект? И как ты оказался там? — Я хотел бы сказать, что, во-первых, я очень рад, потому что компания, в которой я работаю уже с 99-го года, то бишь 12 лет, да, и на сегодняшний момент я являюсь директором, и ей исполнилось в этом году 20 лет работы на рынке СНГ. Это швейцарская международная консалтинговая компания, и она занимается консультированием, да, финансовые консультации по поводу сохранения денег, по поводу личного финансового планирования, возможности получать пожизненную ренту, создание подушки финансовой безопасности, ну, в общем, забота о себе, о своих близких с точки зрения финансов. Я считаю, что это очень такая, кроме того, что интересная деятельность, достаточно хорошо оплачиваемая, то есть прибыльная, она еще и очень благородная, на мой взгляд. — Безусловно. Ну и, соответственно, если говорить про наш формат передачи, формула успеха как финансового консультанта. В чем она? Управление рисками, управление финансами, управление своей жизнью. — В общении. — В общении тоже. В общении, в умении учиться, быть обучаемым и в умении обучать других, потому что распространение нашей услуги, да, ее внедрение на рынок происходит по системе сетевого маркетинга, то есть услуга распространяется по сети. Значит, соответственно, это умение донести информацию и самое главное, что понять потребности человека, с которым ты беседуешь. Если их нет, то сформировать их, да? Вот. Потому что очень многие сами не знают своих потребностей и на основании выяснения этих потребностей сделать предложение. Это интересно. На самом деле, то, чем я занимаюсь, это очень интересно. И вот это и есть, собственно, формула успеха, да? Для начала уметь учиться и уметь учить, передавать то, чему ты научился, дальше. — Очень важный совет. Если говорить про финансы, ну, наверное, те вещи, которые жизненно важны в жизни любого человека и которым, наверное, мало где учат. — Не учат нигде. — Как зарабатывать деньги и как их правильно тратить? — Это самые два главных вопроса, которые должны интересовать каждого человека. И ответа не дают даже в высших экономических вузах, да? То есть, как бы, не в учебных заведениях, даже в финансовых. На самые два главные вопроса, как деньги зарабатывать и как их тратить, ответа не дают. Обучают чему угодно, но только не этому. Это очень большое упущение. Самое главное, что хочет ли человек быть обеспеченный, хочет ли он быть богат, да? Потому что богатый человек — корень. Скажите, пожалуйста, какой в этом слове? — А ведь, кстати, очень многие говорят, что вот, я весь такой духовный, я иду по духовному пути развить, и мне деньги как-то не интересуют. — Богатый корень какой? — Бог? — Бог, абсолютно верно. А работа, какой корень? — Раб. — Раб, да? Потому что работа — это не всегда богатство. То есть работа по найму, у меня есть такая любимая поговорка, кто много работает, тому некогда деньги зарабатывать. Знаете, то есть по-настоящему, я не знаю, может быть, кто-то знает, или из наших радиослушателей кто-то знает человека, который смог бы разбогатеть благодаря труду по найму, да, по наёмной работе. Я таких людей не знаю, не встречал никогда, и думаю, что никогда не встречу. То есть разбогатеть, быть богатым человеком можно только работая на себя. — И вот как ещё людям избавиться от того таракана в голове, про который я только что сказала, что очень многие не пускают себя в богатство, считая это чем-то недостойным, это не главное в жизни, это, может быть, что-то такое даже, какой-то риск, бояться денег. — Ну вот это вот на ментальном уровне, потому что это ещё идёт от православия, увы, да, потому что, опять же, то, как у нас трактуют Библию и в целом, так сказать, это всё существует Библия, существует её трактовка, да, совершенно разные вещи. Вот когда берут на вооружение фразу, что скорее верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый попадёт в прайд, да, изначально, что богатство — это плохо, и что деньги — это плохо, и это самое. Но, понимаете, в чём дело? Важно ведь наше отношение к деньгам. Если вы относитесь к деньгам как к Богу, это большое заблуждение и ошибка. Если вы относитесь к деньгам как к цели вашей жизни, это большое заблуждение и ошибка. Деньги — это инструмент. Инструмент. Мы пришли в эту жизнь для того, чтобы осуществлять свои проекты. Вот, собственно, и всё. Единственное, для чего мы здесь, это пройти уроки, пройти свой путь и параллельно осуществлять задуманное, реализоваться, осуществлять свои проекты. Так вот, деньги — это инструмент для реализации моих проектов. Всё. Больше они — ничто. Это инструмент. Как вы его будете использовать? Точно так же, как открытие атома, да, либо это вы делаете атомную бомбу и вооружение, либо это идёт как прогресс человечества, да, и служит науке и так далее, и так далее. Инструмент, и всё зависит от того, в чьих руках он оказывается, кто им пользуется, с какими целями пользуется, там, и так далее, и так далее. Но деньги — это инструмент. Относитесь к нему как к инструменту, как плотник относится к своему рубанку. Нормально с любовью содержит в порядке, всё хорошо, и, так сказать, работает. Не превозносит его, он в то же время уже набрасывает, да, там, в угол куда-то, я там с тобой не дружу, ты плохой, ты нехороший, с тобой не общаясь. С деньгами надо дружить, правильно. Не надо любить, надо дружить. Надо дружить. Хорошая формула успеха. Ну и, собственно, как правильно тратить деньги, то, что, ну, в твоей жизни было много разных свершений, разных моментов, когда, ну, наверное, ты мог себе многое позволить, иногда приходилось... Я сейчас многое могу поспорить. Ну, это очень здорово. Кто бы сомневался. Ну, наверное, есть такая поговорка, что богат не тот, у кого много денег, а кто зарабатывает. Тот, кто умеет тратить. Не тот, кто умеет зарабатывать, а кто умеет тратить. Да, это абсолютно верно. Богатые от всех остальных отличаются тем, что они умеют сохранять. Знаете, в чём дело? У меня задача, как у финансового консультанта, сохранить деньги клиента. Как их потратить, он может это сделать без финансового консультанта. Все себе сами финансовые консультанты, когда касается дела затратной. И у нас очень много вокруг нас финансовых консультантов, родственников, соседей по лестничной площадке и так далее, которые помогут вам с удовольствием потратить ваши деньги. Как их сохранить? Это может помочь только профессионал. Здесь есть такая формула, то есть любые 10% от любой заработанной суммы имеется в виду абсолютно белая схема. То есть не надо никого обманывать, говорить, что вот я там зарплата у меня 8000 рублей, поэтому я вот столько-то могу сохранить. Нет, в целом от дохода, по совокупности дохода, хотя бы 10%. 10% это минимум, что мы должны инвестировать в будущее. Минимум. Вот эти вот деньги откладывать, и тогда, в принципе, это такой первый шаг, самый начальный к финансовому планированию, но он очень важный. Очень важный. Понимаете, формула есть такая, из ничего и будет ничего. Если вы ничего не сохраняете, то есть это 0, 0, да, 0, помноженный на 0, хоть на 1000 нулей его помножь, ничего не будет. Поэтому финансовый план, когда ты что-то заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потратил, в конце что будет? 0, да. Если финансовый план равен нулю, то жизнь равна нулю. Если ты всю жизнь заработал, ничего не заработал, ничего не сохранил, милый мой, а что ты делал вообще? Что ты жил? Почему ты никак? Это же вопрос о создании личного капитала. Это очень важный вопрос. Вы затронули сейчас, да? Самое важное что? Что если бы у нас капиталисты всего мира думали бы не о личном капитале, а они бы думали, как у нас сейчас бизнесмены, да вот что ты мне там рассказываешь, у меня оборотный капитал, такой-то, такой-то, да? Если бы они, суть бизнеса была в оборотном капитале, они бы назывались не капиталисты, а обратисты. Правда. Или если бы смысл бизнеса, там, любой финансовой деятельности было бы получение прибыли, то они бы назывались прибылисты. Прибылисты. Почему они называются капиталисты? Да потому что смысл любого финансового действия, любого занятия бизнесом, это создание личного капитала. Всё. Не создание прибыли, не создание... Потому что у нас народ как? Получили прибыль, и тут же эту всю прибыль значит, ухнули ещё, чтобы стать шире. А зачем вам? А чтобы ещё шире. А ещё хочу кредитов набрать. А зачем? А чтобы ещё шире. А потом кризис. Бац! И ты не просто в ноль вышел, да, когда ты всё... Ты стал ниже нуля, потому что ты ещё всем должен вокруг. Вот, в принципе, основная ошибка собственного бизнеса у нас в стране вообще в целом, да, это как называется? Стартовый капитал в кредит, чтобы бизнес открыть, да, набрали кредиты. Оборудование в лизинг, машина в кредит, квартира в ипотеку. Всё. И вот такие пальцы и ходит весь, раздувается от гордости, да, что он такой весь из себя всё есть. Фигня. Потом наступает кризис, да, процесс кризиса. И всё, и всё это дело лопнуло. И если ты не создал никакого личного капитала, если у тебя нету вот этих активов, да, они всё... Подушки безопасности, как говорят. До свидания. Ты никто, звать никак и в минусе, и всем вокруг должен. Да, нехорошая перспективка, но про неё тоже важно знать, если составлять формулу успеха. Это формула успеха на интернет-радио «Шансон-24». Вместе с вами Алексей Рябков, Лена Ларина, Сергей Рогожин. Прямо сейчас я просто буду умалять... Да, наш замечательный другой носитель заиграть замечательную песню нашего гостя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И в туманах той давней зимы Белоснежной счастливой зимы Посреди колдовской кутерьмы Это, кажется, были не мы А помнишь, слезы были больше наших глаз А поцелуи были больше наших губ И видно, это было сказано про нас Кто не был счастлив, тот не был глуп Объятья наши были больше наших рук Молчание было громче звука медных труб Не помещался в глупом сердце крови стук Кто не был счастлив, тот не был глуп Время знает свое ремесло Нашу глупость, увы, унесло Все, что было, бульем поросло Время знает свое ремесло Поумнели, притихли мечты Поумнели глаза и сердца Значит, это не я и не ты Значит, это начало конца А помнишь, слезы были больше наших глаз А поцелуи были больше наших губ И видно, это было сказано про нас Кто не был счастлив, тот не был глуп Кто не был счастлив, тот не был глуп Кто не был счастлив, тот не был глуп А помнишь, слезы были больше наших глаз А поцелуи были больше наших губ И видно, это было сказано про нас Кто не был счастлив, тот не был глуп Объятья наши были больше наших рук Молчанье было громче звука медных труб Не помещался в глупом сердце крови стук Кто не был счастлив, тот не был глуп Кто не был счастлив, тот не был глуп Мудрые слова от Сергея Рогожина В песенном звучании на интернет-радио Шансон 24 Ну, я бы даже сказал, не совсем от меня Это замечательная автор Ольга Клеменкова Поэтесса, с которой мы очень давно сотрудничаем Такой первый пробный шар был Это песня «Ревность» моя знаменитая Она тогда написала текст Но тем не менее, все равно, сколько подач Ведь можно чьи-то слова петь И не признать их душой А я не беру такие песни в работу Смысла нету никакого Мы же тоже выбираем именно то, что находит отпечаток Знаете, как это? Это же тоже такая простая формула, скажем так Как это все выглядит Мы же сталкиваемся и общаемся с людьми И каким-то образом начинаем взаимодействовать В том случае, если совпадают наши картины мира Правильно? То есть существует картина мира Мы, значит, она Есть люди-расширители наших картин мира Это совершенно замечательные люди, спасибо им большое И большая им благодарность за это Потому что вот ты существуешь как холст Соприкасаешься с этим человеком Это знаете, как если нарисовать какую-то картину Свежими красками И потом приложить к холсту К чистому И что там? Там отпечатывается эта краска И вот мы на себе носим большое количество Этих отпечатков совершенно замечательных И либо наши картины мира совпадают Либо не совпадают Поэтому если они не совпадают Мы проходим мимо этих людей Мне так повезло Или, может быть, не повезло Потому что такая закономерность Что все авторы, с которыми я работал У нас совпадают Картины мира И это очень здорово Мы находим общие интересы Общие мысли Не только в музыке То есть мы действительно начинаем Дружить друг с другом И дружить и с семьями Вот как у нас сейчас происходит С Анатолием Владимировичем Кальварским Замечательным композитором Уже второй альбом Я его сейчас записываю И точно так же мы очень давно В приятельских отношениях С Ольгой Клеменковой И всегда я с большим удовольствием С этими авторами сотрудничаю Работаю Музыка стала очень такой серьезной вехой В твоей жизни Практически, ну, твоей жизнью Неотъемлемой, я бы сказал А что такое музыка сейчас в России Ну, мы все равно немножко изнутри Остороже смотрим на эти вещи Ты находишься непосредственно В эпицентре этих событий Что такое, ну, скажем На заре твоей карьеры И что сейчас Какие изменения Какие тенденции Ну, если говорить, например, обо мне То я бесконечно счастлив Что я стою вне шоу-бизнеса То есть я не понимаю Что такое шоу-бизнес Если честно То есть музыка Я понимаю, что такое Что такое шоу-бизнес Потому что я так понимаю Что твой вопрос Относится скорее к тому Что такое шоу-бизнес Я на самом деле хитрый спросил И так и так Да Потому что В нашей стране Шоу-бизнес Это, на мой взгляд Нечто очень извращенное Это что-то совершенно другое Не то, что происходит Очень приближающееся И пытающееся приблизиться К шоу-бизнесу Который в мире существует Или в цивилизованных странах Но все-таки В очень извращенном варианте Поэтому я для себя Мне очень важно было Заниматься именно творчеством То есть в какой-то момент Руководитель группы форум Тогда И мой основной композитор С которым я тогда работал Володя Сайко Он мне сказал Рогужин, ты определяйся Говорит Либо творчество Либо шоу-бизнес А то ты что-то там И романсы И вот это Доктор вытуждаюся Как-нибудь вспоминать Доктор, сойдите Сошла Так вот Я для себя Выбрал творчество А бизнес отдельно То есть у меня существует Замечательный бизнес Это работа В компании Которая Очень хорошо Меня обеспечивает И Это дает мне Возможность Заниматься тем Что мне нравится А не заниматься И вычислять Шлягер на потребу Публики То есть думать Пойдет Не пойдет Вот это Вот это Помню В Москве Прихожу к одной Известной певице Знакомой Мы с ней Дружим достаточно давно Вот И Смотрю Что-то она там Мечется по квартире По своей роскошной И так далее Я говорю Что случилось Что за Она говорит Записала новый альбом А он играет в этот момент Я говорю Слушай Прекрасные песни Мне нравятся Очень Она говорит Не в этом дело Я думаю Будут крутить На русском радио Или не будет Я говорю Да какая тебе разница Будут крутить На русском радио Не будут Альбом Шикарный Она говорит Серега Вот она сказала Замечательную фразу Она говорит Тебе хорошо У тебя есть бизнес А я в этой жизни Больше ничего Не умею делать И поэтому Я очень завишу От того Будет меня крутить Русское радио Или не будет Поэтому я счастлив В тем Что я Я занимаюсь бизнесом Отдельно Творчеством отдельно Нет у меня шоу-бизнеса Я занимаюсь творчеством И бизнесом Вот это замечательно Но более того Еще несказанно повезло Что несмотря на то Что я занимаюсь Все-таки творчеством Мне еще и за это Платят очень хорошие деньги Вот отсюда сразу вопрос Да Формула успеха Для музыкантов Которых занимается Творчеством Как им найти признание В жизни И как им стать Известными музыкантами Чтобы их Песня Их творчество Стало шлягерами Есть общая формула Успеха Для всех Абсолютно Не только Для музыкантов И если хочешь Чего-то добиться В жизни То эту формулу Нужно взять На вооружение Она очень сложная Очень сложная И скорее всего Люди Которые это услышат Они не будут Следовать этому совету Или этим рекомендациям Но Звучит она Очень просто Если хочешь Чего-то добиться В жизни То знай Что в жизни Можно добиться Абсолютно всего Абсолютно При одном условии Не лежа на диване То есть можно добиться Всего чего угодно Но не лежа на диване Не лежа Ни в коем случае Ничего не получится Если будешь просто Лежать и мечтать Об этом Да То есть хорошо мечтать Хорошо быть готовым Внутренне Хорошо все это Визуализация целей И так далее И так далее Бла-бла-бла И так далее Ребята Действие Если это все Не подкреплять действиями Грош цена Всему остальному Грош цена Так что здесь Все очень просто Бездействие Не награждается Свыше Да Награждается действие И приложенные усилия Безусловно Поэтому Заявляй о себе Умей заявить О себе ярко И если ты звезда Да не надо Это мне доказывать Докажи это миру Если ты звезда Мир примет тебя Как звезду Покажи это Почему ты собственно звезда И почему я должен К тебе так относиться Если да Да я признаю Я признаю Вместе со всем миром Что ты звезда Для этого мне не нужно Будет подтверждение мира Я увижу это Если это на самом деле так Потому что я профессионал Но Из того что приносят Показывают Это путь величайших Заблуждений Как правило Что люди звезды Что и так далее Фигня полная За все то время Что я вот на сцене Я 25 лет на профессиональной сцене Конечно же Очень много приносят Молодые Мучают записями Своими А я же человек ответственный И честный Если я сказал Что я послушаю Я послушаю Даже если никто Это не будет контролировать Эк Как это нелегко Наверное Был альбом Константина Легостаева Который мне он лично Передал Никому неизвестный Мальчик из провинции Он Отрадная по-моему Да Рядом есть такое Вот это самое Да Вот он Отсюда у нас И Он мне дал альбом Я послушал И я понял Что мне интересно Слушать не только Одну песню А я с большим удовольствием Прослушал весь альбом И я тогда честно Ему сказал Когда он мне позвонил Ну вы послушали Или нет Я сказал Костик Это гениально То что ты мне принес Ну я тебя обрадую И огорчу одновременно Я не продюсер Я говорю Я не знаю Что делать с этим материалом Я говорю Единственное что я могу сделать Это отдать тем людям Которые могут дать Этому какой-то ход Первый человек Которому я отдал Это Володя Кауфман Мой директор Бессменный Который еще со времен Группы форум Со мной работает Вот Каким-то образом Там Владимир Львович Это передавал Куда-то передавал В общем через третьи руки Это попало Кали Борисовне Пугачевой Потом Костик Какое-то время Сотрудничал С Володей Сайко Значит записывал песни Он сам замечательно Пишет свои собственные песни И никому не сказав Костя на общих основаниях Пошел на фабрику звезд Которую как раз Принимала Алла Борисовна Пугачева Отстоял два часа В очереди Под дождем В студию Останкина Пришел Не было у него Никаких фонограмм Была с собой гитара И только он начал петь Ему Борисовна сказала О! А я ваши песни знаю Мне очень нравится Я очень люблю Так что ничего просто Так в этой жизни не бывает Ну вот И Костя таким образом Попал на фабрику Потом его пригласили В группу Дельта После фабрики Сейчас он Его песни стоят Очень дорого Ну так Средняя цена Где-то 10 тысяч евро За одну песню Которую у него уже купили И Лолита Вот расскажи Как надо любить Эта песня победила Она песня Гота В прошлом году Это Костика песня И Кристина Арбака И Анни Лорак И София Михайловна Ротару Да То есть он Я считаю Что он состоялся Как успешный человек Старая народная мудрость Как композитор Подлежащий камень Вода не течет Да Поэтому умейте ярко Заявить о себе Если вам есть что-то Предъявить Предъявляйте Не стесняйтесь Идите к тем Кто вы считаете Может как-то Оказать влияние На вашу судьбу Да Просите Стучите Дайте послушать Добивайтесь И тогда Если вы не будете Этого ничего Ничего не произойдет Ничего Сергей Ну и вопрос С другой стороны А как Увидеть другом Как распознать Талант Как увидеть другом Звезду Ну если Во-первых Надо тебе это или нет Начнем с этого У всех уже есть цель Сейчас я буду Озадачиваться Ходить и думать Кто талант Кто не талант Оно не надо Ну если это Скажем близкий тебе человек Или твой ребенок Да В ребенка надо верить Надо любить и верить Просто и все И у меня Такая тема У меня Была такая фобия Я думал Что Значит моя дочка Александра Она захочет стать артисткой Боже Как я переживал По этому поводу Вокруг столько примеров Она дружила с детства С Лизой Боярской Значит Они там вместе В одном коллективе В танцевальном занимались Ну вот Потом Лизка там К ней на день рождения Приходила И наоборот И так далее И когда Лиза пошла В актрисы Я думаю Господи Там Лиза чуть старше Сашки Да Ну то есть Она раньше пошла В актрисы Когда еще Саша Там училась в школе И я думаю Господи Ну вот это же Она на нее посмотрит И то же самое захочет И у многих артистов Дети артисты Потом будет второй Родион Газманов Да Там и прочее И я с ней Решил серьезно поговорить Я говорю Александра Настал момент выбора Значит Вот ты понимаешь Я хочу тебе сказать Такую вещь Почему-то заранее Начал Не выяснив Кем она хочет быть Да Я начал заранее Ее отговаривать Быть артисткой Я ей говорю Артистам можно быть Только в одном случае Только в одном Она говорит Папа в каком Она говорит Если ты не представляешь себя Больше ни в какой профессии И если ты без этого Не можешь жить Потому что Если ты хоть на секунду Сомневаешься И видишь себя Зубным врачом Там или кем-то еще Иди туда Значит бездарных артистов И так полно А вот если хочешь быть Настоящим и хорошим То тогда вот Только в этом случае Она так на меня посмотрела Она говорит Слушай успокойся Говорит я себе представляю Без этого жизнь И я вижу себя В другой профессии И у меня как гора с плеч Просто я так подумаю Поэтому все дети талантливы Все талантливы Да Нужно увидеть Поддержать Развиваться должны все Если ты видишь Что ребенок нравится рисовать Пусть рисует Потому что Саша у нас Многое перепробовала Она и на гитаре у нас играла И пела в театре Зазеркалье В детских мюзиклах и операх И танцевала тоже Вот я говорил в коллективе Да вместе с Лизой Байерской Все Задача родителя Помочь ребенку найти себя Помочь реализоваться Ни в коем случае Не отказывать Ни в чем Пусть попробует себя Во всех видах творчества Творчество очень развивает Если мы говорим О развитии постоянном То именно Творческий процесс Очень развивает Любого человека Поэтому пожалуйста Если есть возможность Заниматься творчеством Во взрослом состоянии Любые Я знаю как люди До одури Сейчас играют В какие-то игры Там их там собирают Они в ролевые игры Играют Чего там придумывают Какие-то Есть интересные Истории Там в театрах Занимаются В театральных студиях Какие-то постановки И как медом намазанные После работы Приходят И счастливые Какие-то кружки По интересам И хоть что угодно Понимаете Это всегда Потому что Это очень развивает Творчество Сергея Рогужина на интернет-радио шансон 24 слушаем песню которая называется а это замечательная песня загадка славянской души те же кальварский клеменкова дать за рекой полыхают зорницы в дальнем храме к вечерне звонят целый день перелетные птицы к прошлогодним гнездовьям летят к прошлогодним гнездовьям летят сладкой грустью гармошка вздыхает тают звуки вечерней тиши видно что-то заветное знает о печалях славянской души видно что-то а туман над дорогой клубится словно призрак минувших веков этой ночью дороги не приснится переливчат и звон бубенцов переливчат и звон бубенцов тихо звезды на небе мерцают их заря погасить не спешит видно что-то заветное знает о печалях славянской души видно что-то заветное знает о печалях славянской души целый день перелетные птицы к прошлогодним гнездовьям летят за рекой полыхают за рекой полыхают царницы в дальнем храме к вечерне звонят это сергей рогожин энергия тогда и устойте в ег hosting человек не потерял вот что самое главное чего чем с��panzee по которому можно сказать человек платок какую книгу в минусommt wrestling альбом, специально написанных для меня. И Олег Гробко, который выпускал «Два сердца» на «Бомба Питер», он сказал, ребята, дайте первый выпустить. Вы чего? Вот. А мы уже, вот, пожалуйста, три песни из нового альбома. Корость. Да. Три песни из нового альбома готовы. И сейчас вот у меня уже на студии там делается аранжировка. Димочка Кавков делает аранжировку. Уже новая, 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 новая. Уже идет, 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 идет. Замечательно. Я очень рад этому. Люблю творческий процесс. Люблю. Не перестаю удивляться многогранности твоего творчества. И вообще тебя как личности. В твоей жизни были разные периоды. Периоды взлетов и падений. Периодов испытания славы, когда они пользуются слово. И периодов, когда приходилось переосмысливать какие-то этапы жизни. Ну, в общем, как у всех, я бы сказал, да? Как у любого человека, да. Ну, наверное, испытания славы в том виде, в котором проходил ты, наверное, не каждый человек может им похвастаться. Что такое слава для тебя? И вот какая здесь формула успеха? И как здесь не потерять себя? Я даже, честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что, наверное, мое подсознание, защищая меня, сейчас, так сказать, оно это задвинуло глубоко-глубоко. И так меня на шоптверд говорит, да не было этого, не было этого, не было этого. Ты хорошо, все прошел, ты умничка, молодец, все нормально было. Ничего ты там нос не задирал, ничего, ничего, все хорошо было. Гордыни не возникало. Да, ничего не было, да, вот. А с другой стороны, наверное, все-таки как-то я все это проходил. А ты понимаешь, в чем дело? У меня было одно единственное преимущество. Это было так все стремительно, и что я даже не успел это ощутить, в каком плане, да, насладиться. Меня ведь из группы аукцион, в которой я начал сотрудничать с ними, когда я еще учился на втором курсе институт культуры, и уже тогда это рок-клуб, уже все, меня уже знали люди. Я же там уже на одной ноге был с Гребенщиковым, с Кинчевым, с Цоем, там, со всеми уже там, они все были просто неприкосновенные, это все такие из себя, и я тут же все уже попал в этот разряд там, да. И меня на четвертом рок-фестивале, на котором я, группу аукцион, он признали открытием года, а я был лучшим рок-певцом тогда признан, да. Вот, то есть у меня там грамота есть, какая-то бумажка по этому поводу. Вот, и ко мне подошел тогда Владимир Кауфман, о котором я уже упоминал, на тот момент директор самой популярной группы в стране, но популярней группы форум с солистом Салтыковым, ну, не было у нас, ребята, это честно. Были Пугачева, Ротару, Леонтьев и группа форум. Все, других гастролюров столько, сколько гастролировала группа форум, таких больше не было. И вот он ко мне приходит тогда и предлагает вот эту вот историю, да. А я говорю, так у вас же есть замечательный солист, Виктор Салтыков. Я говорю, я вторым солистом не буду. Лучше быть мертвым, чем вторым, да. Ну вот. Нет, я... Ну и как-то мы там... Он говорит, ну а как вы вообще рассматриваете на профессиональной сцене? Там уже все-таки рок-клуб на тот момент считался самодеятельностью, да. Я говорю, да, очень. И мне ваша группа очень нравится. Говорю, все замечательно и все хорошо. Я говорю, ну вторым солистом не буду. И вот мы что-то разговаривали, разговаривали, и как-то общались периодически там, вот. И на концерты меня приглашали, группа форум. И вдруг мне приходит на общежитие телеграмма, тогда же не было мобильных телефонов. А как мы жили? А у меня в общежитии не было лично, и интернета никакейшего не было, да? Да, очень ничего не было. И мне приходит на общежитие телеграмма. А как тогда приходили телеграммы? То есть приходишь в общежитие, значит, проходишь мимо вахтера, там такой большой стол, на стол выкладывали телеграммы, чтобы сразу человек увидел. А письма, значит, такие ячейки, и смотришь на букву «Ры», значит, свое, да, там смотришь, вытаскиваешь пачку писем на «Ры», смотришь на «Рогожина», и, значит, ничего нету, положил обратно. И, естественно, телеграмма пришла, она, значит, пришла в раскрытом виде, да, ее уже в раскрытом виде, ее положили на это самое. И я, значит, захожу, и смотрю, так на меня, значит, смотрит пристально вахтер, значит, на меня так смотрит. И я, значит, иду дальше, и студенты все такие, значит, я так здороваюсь, а все на меня так, значит, как... Я думаю, батюшки, ширинка расстёгнута. Вот что? Вот что? Да нет, всё в порядке. Подхожу к столу, а там лежит телеграмма на моё имя и текст следующий. Значит, Сергей, всё, о чём мы договаривались, наконец-то, свершилось. Значит, Салтыков уехал к Тухманову в Москву. Мы тебя берём на место солиста группы «Форум». Подпись. Владимир Кауфман, директор группы «Форум». Да. Да, значит, срочно позвони мне домой. Я, значит, иду к вахтёру, который сидит, значит, с телефоном. Я говорю, извините, ради бога, мне нужно позвонить. Я могу позвонить? Автомат за углом. О, как. Вот она обратная сторона. И я, значит, там ищу. Вот это началось уже тогда. Я начинаю искать там двушку. Нашёл, иду в автомат, позвонил, слава богу. Это что значит позвонить домой человеку? Это сейчас на мобильной, ты его застанешь, тебе удобно говорить? Нет, я перехожу на красный свет. То есть застать можно в любом, да? А тут звонишь домой, откуда значок? Дома, не дома, да? Ну, вот дома оказался Владимир Львович. И он мне буквально назначил встречу тут же, возле русского музея, как я сейчас помню. Вот молодец, гениальный человек. Он же понимал, что, с одной стороны, рок-клуб, да? Я весь из себя такой роки-шмоки. И куда же я могу продаться, да? В эту попсу галимую, когда уже и перестройка, и всё, и уже как бы року дали, широкую дорогу, там, и прочее, и прочее. Он пришёл на встречу уже с заполненными документами в Ленконцерт. Профессионал. То есть у меня, с одной стороны, жена рожает в Запорожье, с другой стороны, я дописываю диплом, мне его надо сдавать, это четвёртый курс уже, конец, всё уже надо, всё уже тут. И вот такая концентрация всего. И тут ещё тебя ещё в группу, в форум берут солистам, да. Мама дорогая, как бы мне всё это выдержать, да? На меня такое счастье упавшее. Вот, и он приходит, и я говорю, Володя, да-да-да. Он говорит, Серёж, вы подписывайте, потому что нам нужно характеристики брать. Мы едем в Копенгаген на гастроли. Волшебная фраза. Да, ну и как я мог вот это всё? Ну, Копенгаген, Копенгаген. Копенгаген добился туалет. Да, на фестиваль мы тогда ехали, по приглашению, значит, Ландок Фольк назывался фестиваль. Вот, замечательно совершенно прошла поездка. И мне это было как-то легко, потому что здесь я, безусловно, здесь самое сложное что было, как вы думаете, когда я пришёл в группу форума? Ну, что могло быть самое сложное? Что мне трудно было пережить? Заявить себя как первого, а не второго после Виктора Шуткова. Пережить было именно трудно сравнение. Неизбежное. Я только пришёл в группу форум, и все меня сравнивали с Салтыковым. Ребят, я Рогожин, не надо меня сравнивать с Салтыковым. Но дошло до того, что меня заставили петь песни Вити. И, более того, я их ещё пел под Витю. То есть тембрально, и всё, мне необходимо было это всё повторять, пока я доказал, что я существую, заслуженно на этом месте. Индивидуально. Но когда мы приехали в Копенгаген, было замечательно. В Копенгагене, вот, всему мировому сообществу, которое туда приехало, европейское, из разных стран были представители, да. Да им было наплевать, кто. Рогожин, Салтыков. Приехала группа из Советского Союза. Был страшный интерес. Поп-группа, которая, в принципе, играет очень приличную, очень качественную поп-музыку, да, и оснащённая классными инструментами, там, Корк Поли 800, да, там, компьютерная музыка, аранжировка, это всё, вроде пацан поёт нормально, то есть всё, да им наплевать было. Вот, поэтому вот это тогда, мне было счастье, что мы выехали куда-то за границу. Я начал, я видел, как меня принимают, я видел реакцию, я думаю, всё хорошо. Вот, и потом, когда уже мы сюда приехали, и там кто-то что-то мог сказать, что там Салтыков, там, это... Меня в Копенгагене, там, на руках носили, да, вы тут мне что-то рассказываете. Так что для меня это всё легко. Кстати, мы можем послушать даже сейчас. Самое интересное, что мы немножко вернулись на круги своя, потому что два года назад группе «Форум» исполнилось 25 лет, и мы с Витей Салтыковым записали золотые шлягеры группы «Форум» и несколько новых песен в нашем дуэтном исполнении. Но вот то, что я принёс вам сейчас сюда, это не дуэтное исполнение, это моё сольное. То есть мы ещё сделали каждый свои сольные варианты. Но в новой аранжировке и именно тех наших замечательных золотых шлягеров, которые когда-то звучали. И вот песня «Белая ночь», я считаю, что она в своё время была просто гимном города Санкт-Петербурга. А я смотрю на название, думаю, неужели это же самое? Да, это же самое, только в другой аранжировке. Безумно романтичное, которое доносилось из каждого дворца, двороколодца, отовсюду просто это звучало. «Островок», «Белая ночь», «Отпустите мамы девочек на улицу». То есть «Форум» — это в своё время была такая легенда и такой миф, что, честно говоря, я сейчас очень удивлён, что среди всех проектов, которые возродились, там, типа «Мираж», и так далее, и так далее, самым стойким с точки зрения коммерции оказался «Мираж». То есть вот именно он там, эта музыка нас связала, да, все дела и так далее, вот почему-то именно они пошли. Нас с Витей вместе сейчас тоже приглашают, вот этот дуэтный вариант там и так далее, то есть это всё хорошо и замечательно. Но вот нет того коммерческого, не знаю, может быть, для этого что-то надо ещё сделать, я подумаю на эту тему, а пока давайте послушаем песню. Давайте послушаем. Ну почему это только во сне? Во сне, во сне, во сне, во сне. Ну почему это только во сне? В белую ночь сиреней листву Ветер качает то робкий, то смелый В белую ночь сейчас, когда я усну Приснится мне сон удивительно белый Птица взмахнёт волшебным крылом И я появление твоё угадаю В белую ночь мы с тобою уйдём Куда, я не знаю, куда, я не знаю, куда Я не знаю, узнаю, знаю Белая ночь опустилась, как облака Ветер гадает на юной листве Слышу знакомую речь, вижу облик мой Ну почему это только во сне? В красках зари небесная пысь Жаль, что виденья мои всё короче Сон повторись, я прошу, повторись Но как коротки эти белые ночи В сердце одну надежду даю И восходящему дню улыбаюсь Верю, что я не по сне наяву С тобой повстречаюсь С тобой повстречаюсь С тобой повстречаюсь 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 Белая ночь опустилась, как облака Ветер гадает на юной листве Слышу знакомую речь, вижу облик мой Ну почему это только во сне? Ну почему это только во сне? С ней, с ней, с ней, с ней, с ней Ну почему это только во сне? С ней, с ней, с ней, с ней, с ней Белая ночь опустилась, как облака Ветер гадает на юной листве Слышу знакомую речь, вижу облик твой Ну почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облака Ветер гадает на юной листве Слышу знакомую речь, вижу облик твой Ну почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облака Слышу знакомую речь, вижу облик твой Белая ночь опустилась, как облик твой новогодний подарок. Подарите им незабываемый вечер. Ресторан Куракина дача приглашает всех на концерт неподражаемой Татьяны Булановой. 4 января в 20 часов. Любимые песни «Волшебный голос» заряд положительных эмоций на весь год. Татьяна Буланова в ресторане Куракина дача. А когда разбили мосты 8 струны оборвала Телефон для заказа столиков 8-951-668-2209 Формула успеха по понедельникам с 17 часов на радио Шансон 24 Как найти себя в нестабильном мире? Как склонить на свою сторону фортуну? Как увидеть свой путь к благополучию? Алексей Рябков и Елена Ларина готовит формулу успеха вместе с теми, кто нашел личный рецепт процветания. Формула успеха Формула успеха С Сергеем Рогожиным на этот раз и мы продолжаем наше общение. Я вот рекламку вашу послушал и вспомнил, что мы с Танечкой Булановой записали дуэт сейчас. Но он еще не готов. Я вам обещаю, что как только будет готов, я обязательно вам на радио передам. Он такой очень красивый, трогательный, душевный получился. Замечательно. Будем ждать. Возвращаясь к нашему разговору, Сергей. Все-таки слава, это награда или испытание? Это данность. Это и не награда, и не испытание. Я к этому отношусь как к данности, как, опять же, все... Многие горнятся за ней. Ребят, вот давайте сейчас решим раз и навсегда для себя такой вопрос, что мир и любое предлагаемое нам неплохо и нехорошо само по себе. Вообще решать, что есть плохое, что есть хорошее, не в нашей власти. Это мы придем к тому, что есть человеческая справедливость, а есть справедливость вселенной, понимаете? И пытаться применить правила вселенной к человеческим взаимоотношениям и к нашему пониманию справедливости – глупейшая ситуация. когда мы начинаем говорить «за что мне это? Мы со мной поступили так несправедливо!» Ничего подобного. Мы с тобой поступили справедливо именно, да? Поэтому слава и любой вопрос, любое явление, любое понятие, что бы вы мне ни предъявили, я всегда смогу ответить одно и то же. Это неплохо и нехорошо само по себе. Плохо или хорошо – это наша эмоциональная оценка. Оно есть. Понимаете, все зависит от нашего отношения к этому. Относишься ты к этому как к испытанию? Да, это испытание для тебя. Относишься ты к этому как к награде? Это награда для тебя? Когда Аллу Борисовну спросили, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к славе? Она не тяготит Василина? Она сказала, да я купаюсь в ней. Поэтому вот ты, да, я купаюсь в ней. Бывают очень смешные случаи, которые меня забавляют. Я помню, прихожу в один магазин. Очень смешная ситуация. Люди ведь иногда не ожидают тебя видеть где-либо, скажем, в метро, например, вдруг. Ну, с какой стати? В Москве был случай. В Москве я очень часто... Меня можно увидеть в метро, потому что у меня там нет своей машины. И в Москве проще успеть, потому что пробки сумасшедшие. Особенно зимой. То есть, если ты хочешь сделать несколько дней, спускайся в... Несколько дел в один день. Спускайся в метро. Лолита рассказывала забавную историю, когда они работали с Киркоровым в мюзикле «Чикаго». Это же пришлось ещё всё на новогодние ёлки. И артистам было дико жалко отказываться. Все же помнят этот анекдот со Спилбергом. Да, да, да. Но артисту отказаться... Даже вот у меня сейчас. Ну, в материальном плане всё благополучно. Как и Глевуд. Но ёлки! Это святое! И поэтому, значит, она мне рассказывала, как они умудрялись между первым актом и вторым мюзиклом во время вот этого 20-минутного или там получасового перерыва, чуть-чуть затягивали специально, да, съездить ещё на два корпоратива. На метро. Да. На метро. И она говорит, Серёга, Серёга, говорит, ну я-то ладно, говорит, я там какую-нибудь шальку накинула, замоталась и побежала. Говорит, но эту шпалу двухметровую с этими длинными волосами, а ещё с его любовью к шляпкам каким-то безумным, даже его ж не скроешь. Говорит, ты можешь себе представить этот мини-фестиваль по поводу спуска Киркорова в метро? Киркоров в полонже — это было бы что-то, конечно. Да, вот. Поэтому это, конечно, всё дико смешно. И я помню, когда я в метро, там ещё, по-моему, пятачки были, я уже не помню, что, да, пытаюсь. И передо мной, значит, такая бабулька, видимо, моя поклонница по романсам, которая вдруг, значит, там, видимо, я её задел или ещё что-то, она поворачивается ко мне, посмотрела так на меня и сказала, артист в метро. Значит, просто плюнула и всё. И бывает, что в разных ситуациях совершенно неожиданно выяснилось, что я живу в одном дворе, мы жили с Светланой Крючковой, с народной артисткой, да. Мы с ней дружили очень до этого. Вместе в круизе были в каком-то, общались за кулисами и так далее. И вдруг в разговоре выясняется, что мы живём в одном дворе. Она говорит, Рогожи, ну, говорит, ты даёшь, я же теперь буду знать, кому за солью ходить, а то ведь, говорит, просто вот... Не прийти. Да, и тут после того, как мы выяснили, вдруг мы начали неожиданно встречаться. Представляешь, так вот по-соседски. То никогда такого не было. А тут вдруг просто так... Я выхожу из дому и вижу, значит, идёт Светлана Николаевна, значит, с её приятельницей, я так понял, что, может быть, домработница даже, да, и помогала из магазина. И они идут, значит, с Савоськами, там картошка. И я, значит, так подхожу, я говорю, «Уа, народная артистка, где ещё это увидишь?» Значит, с картошкой. Крючкова так на меня серьёзно посмотрела и сказала, говорит, «Серёжа, запомни, любого, даже самого знаменитого человека можно увидеть в любое время, в любом месте». И вот я это тогда очень хорошо для себя запомнил. И совершенно случайно останавливаемся где-то в какой-то хрени, в тьму таракани, вообще непонятно где. Я захотел мороженого летом, да? И какой-то такой, ну, скромнейший гастрономчик, непонятно какой там где-то что-то. И мы заходим, да, и мы заходим, и совершенно, значит, обалдевший стоит продавец мороженого, который, ну, такой дядя уже так лет за сорок, крупный очень такой, да, вот всё, и он такой на меня смотрит, и надо же что-то сказать, ты же увидел Рогожина, и надо же это как-то отметить, да? И вот, видимо, от вот этого вот, и от страха, и от чего-то ещё там, я не знаю, но очень смешно за этим наблюдать, он выдал фразу, которую я помню, он сказал, а, учитывая, видимо, что я всё-таки позиционирую себя как интеллигентный артист, да, там, и до меня же иногда там объявляют как самый интеллигентный певец, значит, нашего города там и прочее, вот, и надо это было как-то всё облечь в близкую мне фразу, он сказал, мы очень прелещены вашим творчеством. Вот такие моменты я очень люблю, поэтому я, надо ко всему относиться ещё и с юмором, понимаете, вот опять же к этой славе, ко всему этому, это я очень много могу рассказать, как ко мне врывались девочки в квартиру, в коммунальную, когда я ещё был, уже был абсолютно известным артистом, но проживал в коммуналке, продолжал, да, и как соседи открывали, хотя и строго-настрого говорили, не открывайте дверь никому, а не открывали, и врывались толпы там, пробегали по коммунальному коридору, и, значит, врывались в мою комнату, а я там стою в халате, например, да, как ещё, да, только из душа там, да, да, в Маховом, я ещё не понимаю, что происходит. Это слава. А ведь, кстати, слава же понравилась в детстве, да, когда вот совсем вот маленький, обязательный ребёнок появился, тогда уже тоже... Ощущение, да, ощущение было хорошее, да, конечно, конечно, да. Ну, тем не менее, сейчас мы вернёмся к зрелому Сергею Рогожиным, к творчеству, и вот слушаем песню, которая называется «Стрелы». Нам обещано, что... Да, вот эта песня была специально написана к 25-летию группы «Форум», и данная нам с Салтыковым, но здесь я её, опять же, один пою, написал её Олег Скиба. Слушаем. Олег Скиба Корректор А.Егорова Яркий луч с далёких звёзд Не успеет долететь, Чья-то сильная рука Остановит этот бег И оставит на стекле Белое дерево Наше время прошло Благослови усталых птиц В полёте Потерянный мир Все мы, как стрелы На излёте Всем как стрелы Всем как стыд, всем как стыд, всем как стыд. Очень скоро, очень скоро все пройдет, все исчезнет без следа. Только талая вода размывает грязный снег, облетает желтый лист с усталых лук календаря. Наше время прошло, благослови усталых птиц в полете. Потерянный мир, все мы как стрелы на излете. Белое дерево, наше время прошло, благослови усталых птиц в полете. Потерянный мир, все мы как стрелы на излете. Но это лирика, не верьте этому. Если верить в то, что мы стрелы на излете, то уже пора заканчивать всю историю. Да, на самом деле нет. Лирика — это всегда такая поэзия, которая звучит от первого лица. И лирика, как правило, очень виктимна. Поэтому вот это вот чувство вины, что на тебя могут воздействовать как-то, вот эта жалость к себе и прочее. Нет. Это такая не самая активная жизненная позиция. Составляющая форму успеха. Но красивая, но красивая. От лирики к физике. Давайте, к химии можно тоже, да. Мы сегодня с удовольствием сталкиваемся с разными гранями твоей личности, твоего творчества. И хотелось бы еще коснуться той, может быть, неизвестной многим грани, связанной с развитием себя, развития личности, с разложными тренингами, семинарами, в которых ты и участвуешь, и сам их проводишь. Расскажи про эту часть своей жизни, и что она для тебя, и как ты в ней реализуешься. Вся вот эта вот история, про которую ты говоришь, она все-таки основана на убеждении, что мы пришли в этот мир развиваться. Реализовать собственные проекты, реализовать себя через свое развитие. Мы пришли развиваться. И если человек не развивается, нету такого понятия остановка. То есть он тогда деградирует. Это можно сравнить с ездой на велосипеде. Невозможно на велосипеде стоять. То есть ты либо едешь, либо падаешь. Правильно? Он не стоит. Он в таком вот состоянии. Стоит на этих, как называется, железках. На подпорках, да. Ну а если подпорок нет, ты же их не возишь с собой обязательно. Вот такая история, и она и с человеческим развитием. Поэтому да, безусловно, если я уже принял для себя решение идти по этому пути, это осознанный подход к своему существованию. То есть не просто существование, а осознанный. То есть степень осознанности, она очень важна. Очень важна. То есть ответы на вопросы, кто ты, зачем ты, почему ты, что ты так, просто так портишь здесь воздух, да, или всё-таки есть цель у этого какая-то, есть ли какое-то предназначение там и так далее. Поэтому, безусловно, это очень интересно познать себя, и через познание себя, познание окружающего мира. И, конечно же, есть люди, которые, вот так как я пою, они очень большие интуиты в этом плане, и они очень интуитивно это делают. И они могут эту историю вычленять из всего, что им мир предлагает вокруг. И самое главное, конечно, самый большой кладезь – это наша литература. Ну, хорошая, я имею в виду. Действительно хорошая, да, классика хорошая. Художественная, то есть не обязательно по развитию личности. Хотя у меня есть любимые авторы по развитию личности, там и так далее. Но начинать нужно с хорошей художественной литературы, и, конечно, там уметь читать между строк. И, ну, осмысленно тоже, да, то есть вот эта осознанность, осмысленность в подходе ко всему. То есть читать тоже осмысленно, не просто там от одной сексуальной сцены до другой. И некоторые, как нам говорили в 10 классе, одна наша учительница, она говорит, я знаю, говорит, что некоторые книги вы читаете, а к некоторым местам возвращаетесь несколько раз и перечитываете, да. И каждый из подростков понимал, про какие места она имеет в виду конкретно, да, про какие говорит. Так вот, вот эта вот осознанность, она очень важна во всем. И если тебе этого не хватает просто от прочтения литературы, и ты хочешь развиваться, твое место на тренинге, на семинаре, то есть если ты хочешь чего-то добиться, и поручи это хорошему профессионалу. Ну, тут тоже дело такое. Сейчас тренеров тьма тьмущая. Это сейчас очень модно. Коучи, тренеры, личные психологи и так далее, и так далее. Прямо так безумно востребовано. Да, как вот в этом море разобраться. Более того, навязано. Когда мы принимаем какое-то решение, то мы либо полагаемся на собственный опыт, если собственного опыта нету, да, в этом, а это явно, да, когда человек кто-то начинает впервые, он полагается на чужой опыт, на опыт того, кому он доверяет. Когда ты выбираешь какого-то человека, к чьим советам ты бы прислушивался, да, или еще чего-то, вот здесь очень важна такая история. То есть никогда не слушайте советы и рекомендации тех людей, которые не добились в жизни и половины того, чего хотели бы добиться вы. Если с ним не о чем разговаривать, уже советчиков у нас много. Сам не жиплинтуса, а советуют всем прямо как гуру, да, вот это все, это все смешно. Моя личная, кстати, формула в этом вопросе, не бывает сапожников без сапог. Я убеждена в чем-то, что не бывает. Наверное, да, согласен, согласен, да, да, да. И вот здесь вот это вот надо вот таким образом выбирать, люди, которым ты доверяешь. А потом ты приходишь к такой ситуации, когда тебе, может быть, просто любопытно. Вот, скажем, мой поход на фильм «Высоцкий», да, спасибо, что живой. Миллион людей мне сказали, что фильм полное. Миллион отзывов в интернете, что фильм полное. Замечательная Татьяна Москвина, которую я очень уважаю, ну, естественно, она язва несусветная, но очень грамотная, и, как правило, она всегда права, написала такую разносную статью, что после этого там... Что фильм полное. Да, да, что фильм полное, и всем, кто делали это полное, нужно вместе собраться и застрелиться, или устроить акт самосожжения на Красной площади, да, вот, после этой статьи. Но я знаю, что Константин Эрнст никогда не выпустит заранее провальный проект. Он человек-бизнесмен, коммерческий, можно по-разному к нему относиться, но то, что он всегда выпускает успешные с точки зрения коммерции проекты, это всегда работает. Может, он не сам такой гениальный, может, там команда очень хорошая, профессиональная, но то, что он сотрудничает с Бекмамбетовым, с тем же, да, любой проект, какой ни возьмите, который выходил под эгидой ОРТ, да, и Первого канала, то есть он всегда был коммерчески успешным. Безусловно. Поэтому я подумал, Эрнст туфту полную выпустить не может, надо идти смотреть. И я вчера пошел посмотрел. Безусловно, при всем при том, что правы все те, кто говорили, что это полное, но это их видение этого полного. Я считаю, что фильм очень крепкий и очень профессиональный. Если не знать масштаб личности Владимира Семеновича Высоцкого и воспринимать это без шлейфа того, что ты это слышал, видел, был участником этой эпохи, я, кстати, был на его концертах живьем, да, вот тогда этот фильм просто воспринимаешь как крепкий голливудский фильм, который очень здорово сделан, на самом деле здорово сделан. Где очень хорошо играют все актеры. И это был единственный фильм, в котором мне абсолютно не мешал Сергей Безруков. Потому что, наверное, что я не видел его лица, и я не слышал его голоса. Потому что вот этот механизм, я по-другому не могу назвать, Высоцкий, который там присутствует, этому механизму долетело Безрукова. Вот так ты раскрыл тайну. Абсолютную маску, да, то есть маску Высоцкого, на самом деле, и голос Никиты Высоцкого, потому что тембрально очень похож с отцом, да, хотя энергетика не та, не та, не та, не та, не то, согласно. Вот он как раз такой вективный интеллигент, который вот, ну он такой, не был таким Владимир Семенович никогда, никогда не был таким, да. И, конечно, тембрально похоже, но вот этой мощи не хватает Высоцкого, на самом деле. Вот, но Серёжа Безруков, он находится в профессии, он очень профессионал, он может это, это, он может там, не знаю, биться головой об сцену, там страсти в клочья рвать, там слезу пустить, когда надо, и он весь такой, вроде как бы, ну, я видел другое, понимаете, мне не хватает глубины. Я видел замечательных актёров на сцене, живьём, слава богу, мне так повезло, великих видел на самом деле. Поэтому Игра Безрукова для меня это ужимки и прыжки, которые на меня не производят никакого впечатления. Но в этом фильме он был, просто не мешал. То есть, вот, я его не видел, я его не слышал. Ну, он же там появляется на какое-то количество буквально... Нет, он там, нет, он там весь фильм. Не-не-не, он же очень мелькнул. А он там, да, специально, чтобы не было... Да-да-да, чтобы не думали, что его там совсем нет. Но так интересно, при всём, при том, что, конечно, гениальная маска, и он, конечно, страдалец просто, но Безруков, это тот человек, вот он абсолютно самоотверженный в профессии, очень амбициозный, который пойдёт на всё, который перешагнёт через всех. Я это вижу просто по нему, что, ну, всё, всё абсолютно, вот, чтобы быть первым, чтобы состояться, чтобы вот вообще... Что если будут ставить фильм про Ахматову, он сыграет Ахматову, это неважно, да? Интернет уже пошло, что Лену, спасибо, что живу и там. Да-да-да-да, продолжение, вот. Он сыграет кого хочешь, это не важно, он сделает всё. И ради этого он терпел практически 6,5 часов, 7 часов грима, да, то есть на него накладывали 4,5 часа каждый съёмочный день, на него накладывали грим 4,5 часа, и снимали потом полтора часа этот грим. То есть у него там проблемы с кожей начались, как я уже там всякие читал, да, там какие-то вещи. Вот, то есть он, конечно, в этом плане большой молодец, я считаю. Амбиции, которые тоже двигаются человеком вперёд. Да, он, вот, он очень амбициозен, он очень амбициозен. И это нам говорит о том, что не обязательно быть... Вот формула успеха, помните, мы сегодня это обсуждали, да, что 7% знания, 28% у нас получается там на профессиональные навыки, Да, такие 65% эмоциональной компетентности. Где там хоть слово про талант сказано? Где? Вот такие, как... Ну, есть много таких для меня артистов, скажем, Дмитрий Нагиев тоже для меня, да, то есть я его не считаю большим и гениальным актёром, несмотря на то, что мы с ним друзья и так далее, но он в профессии, он человек, который, ну, просто в профессии, который может сделать, ну, всё по щелчку. Вот что не попросишь, сделает всё. И песня «Мадам Патерфле» была хитом, я помню. Да, и Дима там не умел петь на самом деле, но при этом была полная иллюзия, что мы поём дуэтом там и так далее, и так далее, и Дима вовремя подключился, потому что он понимал, что это хит и шлягер, и он на этом тоже какие-то дивиденды заработает там и так далее. То есть вот таких людей можно перечислить много. Не обязателен талант, но эти люди взяли профессиональными навыками и колоссальной эмоциональной компетентностью. Вот ты ему хоть десять раз в лицо скажи, что ты бездарь, он это даже не воспримет. Важно и нужно. Они серии, как это, как Коко Шанель, совершенно гениальное изречение, знаете его, да? Мне абсолютно всё равно, что вы обо мне думаете, потому что я о вас не думаю вообще. Да, 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 гениально. Сергей, вот возвращаясь к энергетике, энергетике музыки, энергетике в творчестве. Где здесь формула успеха? Как раскрыть это? Потому что в твоих песнях это очень ярко. Очень важно, где это взять, дорогие мои. Энергетика – это отдельная тема, потому что энергетика – это абсолютно чётко уже известно, что каждому человеку дано определённое количество внутренней энергии. Абсолютно точно. И она имеет свойство заканчиваться. Её можно не рассчитать на всю жизнь, да? Почему есть люди, скажем, поэты очень известные и актёры, в том числе, которые рано умерли или погибли, да? Там в 33 года, мы знаем там варианты, в 46 лет, да, там и прочее-прочее. Раньше намного. Они сгорели. Выражение «сгорел на работе», да? То есть человек вдруг весь запас, который ему отпущен на всю жизнь, а он его выдаёт в короткий промежуток и всё. Сильно эмоционально вкладывается. Абсолютно во всё, да? Здесь очень важно, во-первых, распределить эту историю, а во-вторых, понимать, что мы эту энергетику можем получать. Не обязательно от других людей, да? То есть существует, опять же, если это расшифровывать, существует отрицательная энергетика. И некоторым людям настолько не хватает собственной, что они готовы подпитываться отрицательной. Это так называемые вампиры, да. Но этих надо быстро раскусить, потому что это люди, которые провоцируют тебя на скандал. Как правило. Потому что важно не только потреблять энергетику и где-то добавлять её. Важно не терять. А потеря энергетики, надо знать, на чём происходит. Она происходит в спорах чаще всего. Люди, которые тебя провоцируют на спор, на скандал, когда ты там выплёскиваешься весь. И вот даже если ты победил в этом споре, обратите внимание, ты вот после этого какой-то опустошённый немножко... А человек, который... А, он какой-то сливок наелся, да? И он такой весь... Вот он такой весь... А ты как дурак всё это стоял. Читал лекцию о пульсе бисера в животноводстве, да? Всё это... И в этот момент терял, 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 а он тебя облизывал, стоял, да? Вот. Это первое. Второе. Энергетика теряется на грязной работе. Это абсолютно чётко. Это у нас ещё из Индии, да? Там, когда разделение на касты и так далее. Если ты много зарабатываешь, дай возможность заработать другому. То есть сам не выполняй грязную работу, да? То есть дай ему возможность заработать, поделись деньгами и не теряй на этом энергетику. Да? Это его работа, пусть он делает, да? Вот к этому относится там всякое убирание всего грязного, там, мытьё, там, и прочее, прочее. Вот это... Вот на этом теряется. Если тебе это в кайф, пожалуйста, делай, да? Но знаешь, что на этом ты энергетику теряешь абсолютно чётко. Что добавляет, на чём можно повышать? Занятие спортом стопудово. То есть вот когда ты там накачиваешь чего-то из себя. Есть даже специальные упражнения на накачку энергетики. Там дыхательные и прочее, и прочее. Вот это, кстати, очень хорошо. Не зря говорит это в здоровом теле здоровый дух. И второе — это творчество и искусство. Искусство даёт... Почему? Говорим, положительный заряд. Там ля-ля, вот это понравилось. Посмотришь хороший спектакль. Хороший фильм, хорошую картину, красивый пейзаж. Умейте это наблюдать, умейте из этого всего извлекать. Вот это то, что мы говорили, вкус к жизни. Либо он присутствует, либо его нет. Если есть вкус к жизни, из всего будешь получать дополнительно. Действительно, когда мы вкладываем свои чувства по-настоящему искренне в своих проявлениях, то мы получаем энергию даже тогда, когда её отдаём. Правда только правда. Но это обмен. Это обмен. Ну что же, сейчас получим ещё положительного заряда от творчества Сергея Рогожина. Честно спрашиваю, как это открытый приём. Какую песню будем слушать? Немножко кухни нашего радио. Да, да, да. Немножко кухни. Слушайте, мы здесь говорили уже о песне «Ревность». Давайте её послушаем, этот шестой трек будет. Лёгким движением руки, как мне уже нравится говорить, будем слушать эту песню. Редактор субтитров А.Семкин. Я иду, и ты идёшь вслед за мной. Я стою, и ты, как тень за спиной. Как давно тебя в лицо знаю я. Ревность, ревность моя. Знаю я, что мне любовь не простит. Глупой ревности моей злых обид. Мы с тобою и враги, и друзья. Ревность, ревность моя. Это ревность, как болезнь, как палач. Эта песня словно стон, словно плач. Не живёт в неволе радость моя. Виноват только я. Всё расписано не нами судьбой. Но повсюду ты идёшь вслед за мной. Ты идёшь у хмылки злой. Нет, а я. Ревность, ревность моя. Я себя ненавижу, я смешон. Я живу, словно вижу чёрный сон. Жеткий дым застилает свет небес. Ревность — это мой крест. Я ненавижу, и ты идёшь вслед за мной. Я стою, и ты, как тень за спиной. Как давно тебя в лицо знаю я. Ревность, ревность моя. Я себя ненавижу, я смешон. Я живу, словно вижу чёрный сон. Жеткий дым застилает свет небес. Ревность — это мой крест. Я себя ненавижу, я смешон, Я живу, словно вижу чёрный сон. Ядкий дым застилает свет небес, Ревность — это мой тяжкий крест. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова Обязательно. И что касается семейных отношений и любви, если мы уже коснулись этой темы. Любовь – это уделять внимание. Вот это, мне кажется, самое главное. Это прямо пропорционально. Сколько времени ты готов потратить своего на любимого человека, вот этому равняется твоя любовь. Но при этом это ведь не вкладывать в себя, да, вот, не быть рабом этого человека. Безусловно, ещё раз, да, ещё раз хочу, так сказать, прояснить своё отношение к этому. Никто никому не принадлежит и не должен принадлежать. То есть это опять же, что мы, на самом деле, человек глубоко одинок в этом мире и в этой жизни. Это не значит, что это плохо или хорошо, это так есть. Мы одни приходим на эту землю, в одиночестве рождаемся, да, и... Точно так же умираем в одиночестве, уходим, потому что в гробу нет места для второго человека. Это нормально. Это нормальная ситуация. И опять же, понимаете, вот эти вот клятвы вечной любви, да я никому не клялся, что я именно с этим человеком буду всю жизнь существовать рядом и так далее, и так далее, да. Но не так это на самом деле. Принадлежать, вот эта вот принадлежность, да, желание поработить кого-то, не дай бог изменить вот всё, что в семейных отношениях, да, что пытаться кого-то поменять, глупость, это глупость несусветная. На чём и основаны все вот разводы, там, недовольство браком, да, там, и прочее. В основном на несоответствии, вот это довольно часто касается барыши. Мужчины как-то в этом более спокойны, потому что мужчины не так живут эмоциями и не так от них зависимы, как зависимы женщины. Женщины – это всё-таки эмоциональное начало. Мужчины – это логик прежде всего, мне кажется. То есть если делить на этиков и логиков, то этики у нас больше женщины. Хотя, опять же, все смешанные типы, но неважно. Вот. И вот барышня, она себе придумывает идеальный образ. Потом она встречает молодого человека, и она его наделяет всеми этими качествами, которые она придумала, и больше она не видит ничего. И когда ей говоришь, ну, послушай, но ведь он же такой, вы ничего не понимаете, он другой, он такой, он сякой. И вот в этих шорох она его на себе насильно женит, потому что он может ещё, да, он может быть ещё как-то не очень не готов к этому, да, там или ещё что-то. То есть я придумала, стань таким, как я хочу. Вот, абсолютно верно. Да, я его слепила из того, что было, да, а потом что было, то и полюбила, да. Вот. И вот эта вот вся эта история, значит, заканчивается тем, что когда они в результате поженились, объединились и стали жить вместе, она начинает замечать по его реакциям на некоторые вещи и по тем проблемам, которые там, как это, семейная лодка разбилась, а байсберг быта там и так далее, да. Вот она вдруг понимает, что он не такой, или она говорит, что ты был другим, да он не был другим, он таким же и был, ты просто его тогда придумала, а сейчас оказывается, что он не принц на белом коне, никогда таким не был. Да, он нормальный чувак, нормальный пацан, да, то есть как бы относись к нему так, как... Нет, и вот этот конфликт между придуманным и реальным, он порождает такие стрессы, особенно в душе тургеневских барышень, да, вот, что с этим практически не справиться, и вот об это это самое. А человек не хочет категорически, особенно это уже, если это там больше 20 лет, то это уже каждый себя считает состоявшейся личностью, хотя это может быть и не так совсем, да, но с какими-то определенными ценностями, с каким-то стержнем, да, там, какими-то принципами, и когда вот так вот начинают тебя грубо подминать или переделывать, или тогда это, конечно, встречает мощное сопротивление. Вот тогда, а некоторые, кого это... А с мужской стороны, если очень сильно не устраивает, значит, начинается история ухода от реальности, да, то есть реальная жизнь не устраивает настолько, что ищется замена алкоголь, интернет, значит, игры, какие-нибудь зависимости, или вообще желание пойти на сторону, потому что здесь эта лохудра нифига не хочет меня не выслушать, да, ничего не это самое. Так я пойду туда, где меня послушают, где мне не будут пилить мозг каждый день, да, мне всегда рады, и вещи счастливы, что я есть рядом, да, а дам таких мудрых, я считаю, это мудрые женщины, да, их найдется немало, да, которые согласны, кстати, у вас ваш кусочек счастья урвать, поэтому это все очень... Надо к этому тоже очень осознанно подходить, понимать это. Действительно очень важный вещик, связанный с отношениями. Ну вот наша передача уже немножко подходит к концу, и хотелось бы подвести как итог нашего сегодняшнего разговора формулу успеха от Сергея Рогожина. Я думаю, что самое главное, вот то, о чем я говорил, об осознанности, да, это находиться в постоянном диалоге с самим собой, то есть прежде всего понять и принять себя. Принять, мы еще об этом не говорили, принятие себя как такового какой-то есть, да, вот это тоже очень важно, и развиваться это не значит себя переделывать, и это не значит, что считать себя каким-то не таким, недоделанным там, или, ну, это, в общем, все очень плохо. Надо себя любить. Начинаем с любви к себе. Потому что, опять же, я вот как-то обмолвился в разговоре, что я считаю основой, да, самой главной книгой в нашей жизни Библия не по степени вовлеченности в веру, да, не по степени вовлеченности в какие-то ритуалы, там, вхождение в церковь, там, и так далее, и так далее. Нет. По мудрости и по правильности, да, того, что там изложено. И там же есть такое совершенно замечательное выражение. Возлюби ближнего, как себя самое. Как ты сможешь, да, как ты сможешь возлюбить ближнего, если ты себя не любишь? Ты же их будешь, ты их будешь всех ненавидеть. Если ты не любишь себя, ты вокруг не будешь любить никого. И девочка, которая себя не любит, например, или мальчик, который себя не любит, он не сможет полюбить другого, так как... А если в ответ человек его полюбит, он скажет, это же неправильно, почему он меня любит? Меня же нельзя, я же такая плохая, меня же нельзя полюбить, да, там, и так далее. Поэтому вот это вот начало от любви к себе, от этого все происходит, и таким образом эту любовь ты проецируешь на весь остальной мир, и точно так же другие будут... Мир откликнется этой любовью, да, то есть он же обязательно отразит. Вокруг же нас огромное-огромное зеркало, которое нам отражает все, что мы в него посылаем. Плюнули там сто тысяч плевков сразу обратно, да. Улыбнули столы. Поэтому, да, начинаем с любви к себе, с понимания себя. Если хочешь действительно чего-то достичь, то обязательно с яркой заявки о себе, нужно это предъявить миру, да, обязательно, вот, что ты есть, сообщить о том, что ты есть, что ты можешь вот это, вот это, вот это, иначе как он об этом догадается, как догадаются все остальные вокруг, что ты такой гениальный, да. Вот, ну, существует еще такая юмористическая фраза, что скромность – это кратчайший путь к забвению. Поэтому вот здесь не надо излишне быть скромным в заявке себе. Вот, и понять, определиться, что у тебя получается в этой жизни лучше всего, в чем ты можешь составить конкуренцию другим, и этим заниматься. – Позволить проявиться своим даром. – Обязательно, да, позволить появиться, да, и понять, да, что вот, если это касается, особенно творчества, да, если это касается. Конечно, если мы видим какого-то человека сверхталантливого в чем-то, что вот в нем что-то, ну, это может быть гениальный врач какой-то, чудо-хирург, да, там, это самое, или какой-то кардиолог, или еще что-то, вот, что-то такое, вот, или человек удивительный, который там, может, я не знаю, строитель, там, или еще что-то там, швея, там, я не знаю, но в любой профессии, что у него все это… Это неспроста, это значит, Боженька поцеловал именно в этом, и это надо воспринимать как дар, который ты должен дальше нести другим, передавать. Ты просто проводник, ты не владелец этого, ты проводник. Выбрали тебя, чтобы ты проводил дальше. Проводи. Не отказывайся от миссии, от этой золотой славы. – Будем здесь проводить. Спасибо огромное. Завершается, к сожалению, наша программа, хотя вот хочется еще и еще говорить, и, может быть, действительно… – Есть еще один совет. Никогда не произносите слово «к сожалению». – Это правильно, да, с словами надо следить за мыслями. – Да, заканчивается наш программа. – Да, а к радости можно сказать… – Может, к счастью, да. – Да, что вполне возможно сделаем, может быть, какой-то спецвыпуск «Формулы успеха» с Сергеем Ракушиным. Мы будем специально приглашать Сергея. Почему нет, как нравится мне говорить. Или почему да, как иногда правильно тоже шутят в позитивную сторону. Сергей, спасибо огромное. – Да, спасибо за эфир, очень было интересно. И, мне кажется, для наших слушателей это действительно было очень ярко и поучительно. – Ну, будем надеяться на это, да. – Это была «Формула успеха». Вместе с вами были Алексей Рябков, руководитель Центра развития личности «Лунный код», не могу это не сказать, Лен Ларина и Сергей Рогожи. Ну, модный парень, как он при этом говорит. – Отлично, да. – Хотя еще многое-многое-многое другое можно про него сказать. Спасибо. – В следующий раз. – До новых встреч в эфире, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова